В Татарстане началась лесная перепись. Кто ее оплачивает? У татарстанских самозанятых одни из самых высоких доходов налоговая подсчитала. И вторичное жилье подорожало за год на треть. Чего ждать от цен в 2022-м? Прогнозы и советы экспертов. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. В Татарстане стартовала зимняя лесная перепись. Это ежегодный учет животных 17 видов охотничьих ресурсов и среды их обитания. Он позволяет получить максимально достоверную информацию о численности животных на территории отдельных охот-угодий, чтобы понимать, сколько разрешений на отстрел выдавать, каких животных следует особо охранять или даже занести в Красную книгу, если это потребуется. Проводят такую лесную перепись специалисты охотхозяйств, егеря, специалисты Госкомитета Татарстана по биоресурсам, общественные инспекторы и неравнодушные охотники. Про цену вопроса нам рассказали эксперты. Средств не выделяется. У нас охотпользователи взяли на себя обязательства, подписали соглашение, что они и законом определено, что они обязаны проводить этот учет. То есть за их счет? За их счет, да. На территорию общедоступных ходят. Здесь мы проводим силами нашего комитета. А это 30% территории. И по авиасчету хотелось бы сказать, конечно, это очень огромные деньги, но у нас методика предусматривает не использование не всех летательных аппаратов, а можно даже сейчас применять и беспилотники. Продлится перепись лесных животных до 10 марта. По результатам прошлых таких переписей, например, Заяц Беляк в Татарстане попал в Красную книгу. Численность лосей получилось сохранить, а кабана с помощью легальных охотников уменьшить из-за опасности распространения чумы свиней. А вот сколько денег рискуют потерять браконьеры, когда охотятся на этих животных без разрешений? Эксперты разъяснили так. Сейчас и очень-очень серьезные штрафы и иски по возмещению ущерба, вплоть до конфискации орудий охоты этой автомобилей, оружия и привлечения около головного ответственности. Это, конечно, останавливает браконьеров. Я думаю, может быть, остановил и направил на какой-то правильный путь. Может быть, проще даже взять это разрешение, заплатить за него, пусть на лося, 50 тысяч, 70 тысяч. Вторичка в Казани за год выросла на треть. Плюс 28% к цене, заметили аналитики Мир Квартир. Домофон почитал, что вторичные квартиры прибавили еще больше, 35%. Объясняют скачок цен на БУ-жилье. Дешевые ипотеки в прошлом году, ажиотажным спросом на новые квартиры по льготной ипотеке вслед за новостройками всегда дорожает вторичное жилье. И вот в Казани, в Хрущевке, один квадратный метр уже стартует со 117 тысяч рублей. Однокомнатная Хрущевка стоит от 4 миллионов. Чего ждать от цен на вторичные квартиры в этом году? Наши эксперты рассказали. Вторички рознь. Если мы говорим о малогабаритных квартирах, то я думаю, что они могут подрасти в рамках инфляции. То есть порядка еще 10% дать за год. Потому что если мы проанализируем всю жизнь недвижимости Казани, то за всю свою жизнь, когда был Росреестр, когда была рыночная экономика, стоимость квадратного метра падала только сильно единочной в 2007-2008 году. Потом она быстро дошла до докризисного уровня и перегнала. Соответственно, она всегда ежегодно растет на вот эти вот 10-9% в год. И поэтому я думаю, что по ряду объектов ликвидных рост может быть. Все, что касается, допустим, больших квартир, там, четырехкомнатной вазина, то я думаю, что там шансы на рост невелики. Татарстан оказался в числе регионов, где самый максимальный доход на одного самозанятого. Хорошо зарабатывают, кроме наших самозанятых, еще фрилансеры Москвы, Московской области, Питера и Чукотского автономного округа. Мы и в числе тех регионов, где больше всего самозанятых, у нас их 4300 на 100 тысяч населения, больше только в Москве и Санкт-Петербурге, всего же в стране сегодня зарегистрированных в качестве самозанятых 4 миллиона. Пока. Потому что каждый день прибавляется еще по 7 тысяч, сообщает официальный сайт налоговой. С 2019 года, когда налог на профессиональный доход только ввели, все вместе самозанятые заработали 882 миллиарда рублей, сформировали более 610 миллионов чеков и средний чек составил без малого полторы тысячи рублей. Чаще всего самозанятые работают таксистами, доставщиками товаров, оказывают услуги в области ремонта, маркетинга или сдают квартиры в аренду. А больше всего зарабатывают, если работают в IT-сфере, юристами, консультантами или проектировщиками. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.